Всем привет! Вчера поступила информация от 15.06.2020, что задержан Владимир Юрьевич Шуманин. Это главный редактор СМИ Камчатский регион. На экране вы видите кадры из предыдущего интервью с ним. То есть против него вынесено постановление о назначении ему бессрочного принудительного лечения в психиатрической лечебнице. Несмотря на то, что они подали апелляцию через адвоката, апелляция будет продемонстрирована чуть позже, его все-таки нашли и задержали. Провели целую спецоперацию и доставили его в Камчатский краевой психоневрологический диспансер. По последней информации, со слов жены Владимира, Надежды, психушки тут же собрали комиссию на следующее утро и заключили, что он здоров. Но из-за давления решили обнаружить у него некий коронакризис и отвезли в госпиталь. Далее видео и подробности от Надежды. Вот задержали человека, привезли их, уже видно, что чем-то обкололи. Отходим, отходим. Что вы тут делаете такое? Что вы здесь делаете? Мы приехали защищать человека. Отходим, отходим. Отходим, отходим. Отходим, не стоим, не мешаем. На основании чего? За что вы человека задержали? Что? Я проходящий у него неравнодушный человек. И дальше. Лица всех снимайте обязательно. Стой, стой, стой. Что он такое сказал, товарищ старшин? Потом воспомните то, что вы сейчас делаете. Просто мне так непонятно, как можно не думать, что вы делаете. Задержали опасного преступника. Молодцы. Он должен находиться на лечении. Стой, стой, стой. Что он такое сказал? Он должен находиться на лечении. С надписью ОМОН так считает. Он все-таки такие телефоны. Ну, ты не знаешь, как все. Так, ну, я не знаю. Я cứ теперь о тебе усаженном. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так у нас задерживают тех, кто против DimaTorzok 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 в наше посольство. Они написали в Комитет по правам человека и в Народный военный трибунал. Потом направлены письма в наш КПНД. И там еще в несколько организаций, я пока еще не читала, не знаю. Но девочки, которые читали, сказали, что письма очень хорошие. То есть люди этой правозащитой занимаются уже много лет. И причем это наши соотечественники, которые уехали за границу и организовали там правозащитные организации, в том числе и против карательной психиатрии. Поскольку я сразу увидела, что наш психоневрологический диспансер отреагировал, и они быстренько Владимира Юрьевича от себя убрали, потому что они понимают, что держать в клинике здорового человека это преступление, и им это объяснили, что они будут нести персональную ответственность. То есть они его обследовали, посмотрели и отправили его в госпиталь. Но, естественно, эти подлые люди, которые все это дело замутили, они его не оставляли. И там сидели... Вот мы сидели там практически с обеда, и вот часов до семи уже в восьмом часу уехали. А эти уехали буквально перед нами. То есть они вот сидели и выжидали, что если его не примут в больницу, больной, не больной, они бы его загребли в тюрягу, и я даже не знаю, что там можно было сделать как бы с ним, потому что они и так-то беспредельщики, а если их никто не видит, то там... Ну, все что угодно можно было ожидать. Вот. Значит, кроме того, как я уже говорила, представители мировой полиции связались с госпиталем и со мной в госпитале разговаривать не захотели. То есть мне постоянно бросали трубки. Информации нет, информации нет. А им, естественно, отказать не смогли. И он объяснил, что Владимир Юрьевич поступил в эту больницу не как частное лицо и пенсионер, а как кадровый военный. И, естественно, к нему должно быть соответствующее отношение. Вот. Ну и, естественно, сегодня еще огромное количество писем будет разослано везде. И если они все-таки не понимают, что они уже нарвались на международный скандал, то, ну, я даже не знаю, что их остановит тогда в этом случае. Но, скажем, международный скандал уже гарантирован. Сегодня мы были в госпитале, и меня туда не пустили, как бы мы ни прорывались. Но там были вот эти люди, которые преследуют Владимира Юрьевича из отдела Э. Но вот просто настолько безбашенные и наглые, что нам пришлось обращаться. Значит, сначала мы обратились в мировую полицию, и были направлены, кстати, документы, вот в наш ПНД, после чего они срочно просто, как кипятком ошпаренный, быстренько его обследовали. Обычно обследуют день, два, три. А тут его вечером привезли, а утром уже все сказали, вы нормальный, вы не наш, пожалуйста, давайте отсюда прям бегом. Но поскольку, естественно, на них давят, на медиков, они могли бы просто, ну вот нашли у него там ковид, да, отправили его домой на самоизоляцию. Ну вот даже если по их законам, как бы по законам Шулера играть, ну вот это должно выглядеть так. Нет, у него видимых признаков никаких нет, они его потащили в госпиталь. Причем я, как законный представитель, не имею права с ним ехать, а куча ментов, которые, значит, его сопровождали, они имеют право ехать. Ну и тут вот в нашей группе быстрого реагирования ему, значит, сказали, говорит, хорошо, если вы решили, что у Шуманина ковид-19, а почему не взяли всех, кто участвовал в его задержании? Давайте-ка быстренько их всех на самоизоляцию. Там пять машин было, пять за ним одним приехали, вооруженные, в бронежилетах, с дубинками, с пистолетами. А у него давление низкое, он еле шел. И я когда приехала, как раз вот они его выводили из квартиры. Но вообще вот настолько мерзко на все это смотреть, настолько дешевое шоу просто. И думаю, или вы его так боитесь пять машин прислать за одним мужиком. Ну, уважают хотя бы, что ли. Вот. Но другое меня сейчас озадачило. Значит, в больнице мне так и не сказали, что он, где он. Сказали, что он проходил обследование, что сейчас с ним работает там доктор. И я потом сколько звонила в приемный покой, так мне ничего и не сказали о его состоянии здоровья. А меня немножко как бы озаботило то, что мы ему все-таки передали телефон, хотя эти мерзавцы изъяли у него во время при провождении его в ПНД, ну, вот накануне изъяли у него телефон. Мы передали ему телефон. Один раз мы с ним зазвонились, и все. Вот почему-то он больше не отвечал. Что это, почему это. Сначала звонки, гудки шли, а потом даже гудков не стало. Абонент недоступен. Вот номер 1747. Естественно, что мы опять же обратились в те органы, в которые мы обращались, когда он попал в ПНД. И естественно, что все эти документы направлены, но поскольку сейчас ночь, начальства никакого нет, и приходится ждать до утра.